Добрый день! Сегодня мы поговорим о принципах работы индикатора Currency Slope Strange. Индикатор CSF предназначен для измерения относительной силы валют. В первых версиях индикатора измерялась сила только двух валют на графике. Впоследствии автор пришел к иному алгоритму, который позволил измерять силу всех валют относительно друг друга. Главные преимущества индикатора – это простота использования и однозначность сигналов. Любое сильное отклонение от нуля в положительную или отрицательную сторону говорит о преимуществе той или иной валюты перед другой. Пересечение нулевой отметки – смена тенденции. Несмотря на свою простоту, в этих сигналах заложен большой потенциал и многолетний опыт профессиональных трейдеров. Характеристики индикатора Платформа MetaTrader 4 Все валютные пары Таймфрейм 4 часа и день Время торговли круглосуточно Принцип работы индикатора Currency Slope Strange Индикатор сравнивает силу каждой валюты в отдельности относительно всех других. В связи с этим, если вы, к примеру, сравниваете австралийский доллар с американским долларом, евро, фунтом, японской иеной, швейцарским франком и новозеландским долларом, то убрав из списка пары с австралийцем, вы можете получить кардинально другой график силы валют. К примеру, для измерения силы фунта складываются значения углов наклона всех пар с фунтом. Фунт австралийский доллар, фунт канадский доллар, фунт швейцарский франк, фунт японская иена, фунт американский доллар, фунт новозеландский доллар, евро фунт. Полученная сумма делится на количество пар и мы получаем среднее значение силы для фунта. Той же обработке подвергаются все указанные валюты. В расчете используется алгоритм индикатора TMA. CSS определяет силу импульса по углу наклона линии TMA. Положительное значение угла означает, что цены идут вверх, отрицательное – вниз. В зависимости от величины угла CSS определяет силу движения. То есть, чем круче угол, тем сильнее ценовой импульс. Нулевой угол наклона означает отсутствие выраженного движения. Так как индикатор показывает силу валюты, разворот линий лишь означает уменьшение скорости роста, а не разворот тенденции. То есть, если угол больше нуля и растет, значит скорость роста цены увеличивается. Разворот индикатора и начало движения обратно к нулевой отметке, напротив, означает уменьшение скорости роста. CSS не использует углы наклона каналов TMA, напрямую, а преобразует их с помощью собственного алгоритма, так как усредненные значения TMA сильно замедляют реакцию индикатора. Поэтому, в отличие от индикатора TMA, CSS быстрее реагирует на изменения цены. Сигналы. Перед использованием индикатора на практике важно понимать, что именно он измеряет. Индикатор в первую очередь предназначен для измерения относительной силы валют, то есть преимущества одной валюты перед другой. Индикатор не прогнозирует волатильность, и фактическое движение цены после получения сигнала может быть минимальным, а может спровоцировать положительный тренд. Валюты с более сильным наклоном имеют больше потенциал к росту, даже если значение угла более сильной валюты начинает идти на убыль. Валюта все еще имеет больше потенциал, пока значение угла ее наклона больше. Пересечение линий. Пересечение двух линий говорит об изменении направления тренда. Индикатор сигнализирует о пересечении вертикальной линии напротив значений валют. Если включен параметр Slow Cross Alert, вдобавок к этому появляется звуковой сигнал. Пересечения делятся на четыре типа. Обе линии находятся за пределами канала. Это говорит о том, что одна валюта начинает замедляться, а другая напротив ускоряться. Данный сигнал может предшествовать зарождению сильного движения на рынке, а может стать хорошим моментом для открытия позиции. Второе. Пересечение произошло около нулевой отметки внутри канала. Так как обе валюты в данном случае не имеют четко выраженного движения, не стоит ожидать больших профитов от такого сигнала. Это может служить началом формирования восходящего или нисходящего тренда. Лучшей тактикой будет терпеливо ждать дальнейшего развития событий. Одна валюта находится внутри канала, а вторая выходит за его пределы. Сигнал средней силы говорит о формировании нового тренда. Четвертое. Одна валюта выходит за пределы верхней границы канала, когда вторая пропилает противоположную границу. Как правило, это предшествует формированию продолжительного трендового движения. Совсем не обязательно, чтобы пересечение происходило в один момент. Между пересечениями могут пройти дни или даже недели. В любом случае, это отличный сигнал для входа в позицию. Параллельное движение. Валютная пара находится во флете, когда две валюты начинают двигаться параллельно друг к другу. В этом случае направление движения не имеет значения. Валюты могут одновременно расти или одновременно падать. При этом преимущество остается у более сильной валюты, той, что находится выше на графике, относительно нуля. Пересечение границ канала. Одним из основных сигналов является пересечение линий плюс-минус 20. Индикатор сигнализирует и пересечение зеленой или красной точкой соответственно. Пробой канала говорит о начале формирования трендового движения. Если вы торгуете по пробойной стратегии, выход за границы канала поможет вам определить, какие валюты готовятся к пробою и в каком направлении будут двигаться. Настройки. Автосимвол. При включении данного параметра индикатор автоматически берет в расчеты все символы, доступные из обзора рынка. Заменяет собой параметр SymbolsToWage. SymbolsToWage. Список валютных пар для расчета. Через запятую. MaxBars. Количество баров для расчета. 0 для отключения ограничений. NoPropFont. Выбор шрифта. Add SundayToMonday. Исключает из расчета воскресенье, если выбран дневной период. ShowOnlySymbolOnChat. Включает отображение всех валют, кроме тех, что принадлежат текущему символу. AutoTimeFrame. Автоматически подбирает таймфрейм текущего графика. Заменяет параметр TimeFrame. TimeFrame. Установка рабочего таймфрейма. Поддерживает значения 1 минуты, 5 минут, 15 и 30 минут, 1 часа, 4 часов, дня, недели, месяца. ExtraTimeFrame. Дополнительный таймфрейм для отображения на графике. IgnoreFuture. Отключение перерисовки. ShowGrossAlerts. Включение штатного алерта при пересечении линий. DifferenceThreshold. При увеличении спреда между линиями, больше заданного порога и включенном параметре ShowOnlySymbolOnChart, изменяется цвет фона индикатора на красный или синий, в зависимости от того, какая валюта находится выше. ShowLeverCross. Отображение линий канала. LevelCrossValue. Значение линий канала. Core. Включение отображения отдельных валют. Color. Изменение цвета отдельных валют. Примеры. Пример первый. Как видно, иена и новозеландский доллар часто двигаются параллельно, что на графике отображается в виде коротких флетовых участков. После очередной консолидации иена резко вырывается вперед, после чего пересекается с новозеландцем и пробивает верхнюю границу канала. Это сигнал на формирование продолжительного нисходящего тренда по новозеландец-иена. Входим на пересечении линий. Стоп-лосс ставим на максимуме предыдущего движения. Так как сигнал довольно сильный, профит можно ставить в 2-3 раза больше стопа. Пример 2. Похожий пример на фунт-доллар. Пока фунт постепенно ослабевает, доллар набирает позиции. Пересечение происходит за пределами канала плюс 20-минус 20, что говорит о ярко выраженном тренде доллара. Хороший момент для входа в позицию. Даже без подтверждающих сигналов. Стоп ставим на вершине предыдущего тренда, либо локальном максимуме. Профит в 2 раза больше стопа. Благодаря тому, что в индикаторе заложен фундаментальный принцип изменения силы валют, его можно свободно использовать в паре с практически любой другой торговой системой. Более того, при правильном использовании CSS вполне годится в качестве основного торгового инструмента, поскольку позволяет оценить потенциал той или иной валюты в паре еще на этапе зарождения трендового движения. Продукт прошел долгий эволюционный путь, чтобы оказаться в том виде, в котором он есть сейчас. Данная разработка – это хороший пример тесного сотрудничества настоящих знатоков своего дела, опытных программистов и профессиональных трейдеров. Спасибо и до новых встреч!